так ну что мы поехали мы выходим в эфир прямо сейчас уже идет запись привет ребята у нас очень прикольная прикольная тема мы в эфире сейчас сразу двух соц сетях то есть мы в эфире ну вот здесь например в эфире в инстаграме привет да на профиле эдита эдита diamond в эфире в инстаграме и мы в эфире вот здесь туда вот помаши им одной ручкой на наши камеры на нашей страничке the power couple в фейсбуке вот всем добрый день и мы говорим ребята сегодня относительно темы конфликтов да то есть что такое конфликт зачем он нужен и так далее давай наверное расскажем предысторию как мы дошли до такой темы рассказываешь ты наверное никому не секрет что инстаграм на жизнь или жизнь в социальных сетях очень часто не отображает всей полной стопроцентной картины той жизни которая происходит с людьми жизнь со всеми случается и конечно же в этой жизни не все идеально ровно гладко люди склонны недопонимать друг друга люди склонны иметь разные точки зрения на один и тот же вопрос и выражать эти разные точки зрения самыми разными способами и у нас появилось ощущение но это наш личный опыт что достаточно часто люди в паре выражают вот эти разные точки зрения таким образом которые их приводят к конфликту и мы в этом деле не исключение мы тоже определенным образом конфликту им ссоримся доходят иногда наши конфликты до серьезных разногласий и мы по-разному их проживаем до и в какой-то момент разногласия дошли до достаточно высокого накала страстей это случилось нежданно негаданно накануне семинара которые нам с олегом надо было провести в варшаве мы обсуждали очень интересную тему мы говорили о наших мечтах совместных удивительным образом именно на этой на этой точке мы споткнулись и возникли новые разногласия и стало очень интересно правда ход событий пошел таким образом что появилось ощущение что у нас теряется вообще ресурс для публичного выступления тем что мы теряем еще ресурс понимания почему так произошло буду говорить только о себе у олега совсем другая стратегия конфликта моя стратегия конфликта естественно у всех у нас наши все стратегии идут из детства из того что мы наблюдали с момента рождения в своих семьях все наши стратегии поведенческие закладываются в наших семьях в том течение жизни в котором формируется и наш характер и и формируются наши привычки и формируются наши установки и мои установки с детства которые я очень четко осознаю заключается в том что я ненавижу конфликтовать я боюсь конфликтов я всеми силами старалась избегать конфликта кстати ты можешь тебе удобно поговорить на тему но чем это связано почему ты говоришь что боялась конфликта и так далее я думаю что связано это было с определенной болью которую я проживала когда конфликтовали мои родители когда в детских конфликтах мы не получали ресурсы когда мы когда у нас не получалось договориться когда вот один из вопросов которые я получила в инстаграме в посте о конфликте заключался в том что значит ли уступать важно ли уступить в конфликте значит ли решение конфликта как уступка как ну отступить до уступить другому вот и на мой взгляд уступание друг другу никоим образом не решает конфликт и мой опыт мой опыт моей жизни показывал что когда мы уступаем мы себя предаем мы все-таки остаемся со своими нерешенными вопросами в конфликте и это это накапливается 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 и может привести к грандиозному скандалу может привести к к разрыву отношений, может привести к совершенно негативным сценариям в дальнейшем. Дита, я хочу нарушить данное тебе обещание не перебивать тебя, я хочу тебя перебить. А у нас по фейсбуковским эфирам была такая с тобой фишка, что мы договаривались, что мы вот так вот показываем и просим нам ставить сердечки прямо на этот эфир, прямо сейчас. Вот. Фейсбук, это вы. Лайки можно ставить? Не-не-не, лайки не канают, нам нужны сердечки. Пожалуйста, сердечко и поделитесь этим эфиром, нажмите кнопочку поделиться для того, чтобы люди, которые тоже, возможно, проходят через какие-то конфликтные ситуации. Я просто хочу спросить, а есть люди, которые не проходят через конфликтные ситуации? Напишите в комментариях, что если вы никогда не конфликтовали, то тогда не ставьте там никаких сердечек, не делитесь этим эфиром, то возможно это не будет полезно никому другому. Вот смотри, какая там красота, вот эти сердечки просто летят. Спасибо за сердечки. Вау, ты смотри сюда, здесь тоже полет такой. Это на мобильном, когда смотришь, так тык-тык-тык-тык, и они так полетели. Выглядит впечатляюще, да? Ну что, мы продолжим? Да, да, извините. Время эфира час, поэтому нам надо в этот тайминг... Но мы позже начали. Окей. И на чём там я остановилась? На том, что желание отступить, это как раз то, что было в моих привычных сценариях, это практически то же самое, что сбежать и сбежать, или искать ресурс какой-то в момент конфликта. И то, к чему нас привели наши с Олегом конфликты, и тот последний конфликт, который мы приняли как точку отсчёта к новому этапу наших отношений, почему и захотелось написать об этом, почему и захотелось провести этот эфир и поговорить о конфликтологии в отношениях, мы поняли, что мы нашли определённую фишку, которая нашей паре очень мощно помогла выйти из этого конфликта не победителями друг над другом, а победителями как паре. Победителями не во внутреннем противостоянии, а победителями в том противостоянии, что ли, которое время от времени нам приходится выдерживать в отношениях с миром. В совместном борьбе, правда? В совместной борьбе, в совместном действии, в совместных проектах, в совместных бизнесах, в совместных задачах, которые постоянно жизнь ставит перед нами. И удивительным образом этот конфликт и та находка, которую мы, и то озарение, наверное, инсайт, который мы сделали в процессе выхода из этого конфликта ночного предсеминарного. На мой взгляд, на наш взгляд с Олегом позволяет нам сейчас чувствовать себя совсем по-другому, чувствовать, испытывать совсем другие чувства и приобрести то, в чём мы так страстно нуждались накануне конфликта. Мы это благодаря конфликту приобрели. Сюрприз, правда? Сюрприз. Много людей конфликтов боятся и много людей говорят, слушай, ну, буду избегать там, прятаться там и так далее. И при этом теряют то, чего ищут. Да, это потеря. На самом деле в понятии групповой динамики, групповая динамика это то, каким образом взаимодействует группа людей. Есть этапы группового взаимодействия. Ребята, пара, любая пара, ты с коллегой, ты с партнером, ты с кем-либо. Вы являетесь группой в любом случае. То есть там, где больше одного человека, это группа, окей? В групповом взаимодействии есть всегда этапы. Первый этап это формирование этой группы. Второй этап так называемый шторм, конфликт. Да? Буря. Буря, да? Шторм, буря, конфликт. То есть третий этап установка норм, нормирование этого. И только четвертый этап это эффективное взаимодействие, эффективная работа конструктив. Это очень-очень-очень важно. и Ирмас предлагает в прямом эфире сделать конфликт и сразу же показать решение. Иди нафиг! Это конфликт. Ирмас, я тебя люблю. Это выход из конфликта. Я тебя тоже, да. Соответственно, выход для установки новых правил, на этап новых правил и выход на этап нового продуктивного взаимодействия без прохода этапа конфликта невозможно. Это просто правило человеческой групповой психологии. Все. Просто сразу вот пришла ассоциация. Я как немножко художника. У меня очень много картинок появляется в голове. И моя ассоциация совершенно, наверное, вам знакомая. То, что должно случиться с углем, чтобы он превратился в алмаз. Это как раз и есть конфликт. Это огромное давление, это огромная температура, это накал страстей, это если говорить о людях, это эмоции. это много эмоций, это высокий уровень эмоций. И только после этого может произойти какое-то качественное изменение и какой-то случится результат, который кажется ресурсом. само решение конфликта вот это ресурс. И чаще всего, я сразу отвечаю на один из вопросов инстаграма, чаще всего, когда мы входим в конфликт, у нас нет ресурса. Когда мы начинаем конфликтовать, мы теряем ресурс, но мы можем его обрести, именно пройдя этапы и найдя в себе смелость пойти до результата. Слушай, я хочу сделать предложение, я прошу ребят в обоих соцсетях, обеих соцсетях писать вопросы, и мы эти вопросы будем себе записывать, и мы ответим на эти вопросы в конце эфира. У обоих эфиров будут записи, соответственно будет возможность к этому вернуться и посмотреть, даже если у вас нет возможности посмотреть это сейчас. Я возвращаюсь назад, потому что я говорил про мою предысторию отношений с конфликтами и так далее. Соответственно конфликты это переходной этап, который необходим для того, чтобы выйти на устойчивое взаимодействие, выйти на продуктивность. Очень здесь важно понимать, что под конфликтом я не имею в виду обязательно драку, сумасшедшие крики и так далее. Конфликт это скандал, да? Ну да, это не обязательно скандал. Конфликт это когда ценности людей противоречат, да? То есть когда один человек хочет вот там того-то, того-то, потому что это для него важно, а другой человек хочет того-то, того-то, потому что это для него важно. И вот эти важности... И просьба не путать с целями, при этом у людей может быть одна и та же цель. да, ну какие-то там критерии или ценности разнятся. Соответственно, люди могут начинать бодаться по поводу этих ценностей на самом деле. И тут на самом деле не только бодаться. В конфликте всегда есть два типа конфликта и для большинства людей это тоже сюрприз. То есть два типа поведения в конфликте. Первый это конфронтация. Это то, что обычно принято называть в людях в простонародье конфликтов. Это могут быть обвинения, крики, еще что-то такое или давление, нычьё, плачь, все что угодно. Ну то есть направленная наружу какая-то коммуникация эмоциональная с каким-то давлением для того, чтобы получить свое. Второй тип и большинство людей считают, что это не конфликт, что это типа я молодец. Ошибка, ошибка, простите люди, которые делают так, я знаю, что вас много, это выход из конфликта. Все, я не буду об этом говорить, ушел, развернулся. Задница в этой ситуации, задница это такой конфликтологический термин, прошу уважать. Задница этой ситуации состоит в том, что конфликт таким методом не решается. Конфликт таким методом не решается. Конфликт таким образом перерастает в долгосрочный конфликт. Почему? Здесь накопилась одна фигулинка, потом накопилась вторая фигулинка, и вот эти все фигулинки там по очереди накопились в одну большую огромную задницу. Это очень большая проблема. Причем я предостерегаю всех от накопления такого типа эмоций, потому что с точки зрения психосоматики вот эти накопленные нерешенные вопросы, как правило, когда человек выходит из конфликта таким образом, игнорируя продолжение конфронтации, потому что это больно, потому что это неприятно, потому что это очень дискомфорт большой вызывает, человек выходит с обидой. Обида обида раз, обида два, обида три. Это болезнь какая-то. Их много может быть разных. У меня есть старая шутка такая, в ней есть очень много правды, я зачастую говорим, вот зачастую говариваю, что если очень долго в себе заминать вот эти чувства обиды и так далее, то будут прыщи на заднице. Это самое малое, что может быть. Ну так это да, это реально самое малое, что может быть. Поэтому именно то, что хотите вы. Соответственно, реакции на конфликт есть две. Первое, это конфронтация, второе, это выход из конфликта, спрятаться, убежать и так далее. Данный метод, данная стратегия поведения не является эффективной, она является пагубной. Но она является, многих из нас исторически научили, что так надо делать, потому что так, ну ты никого там не ранишь и так далее. Стандартные просто сценарии семейные и не только. Слушай, мы предлагаем, мы предлагаем, мы предлагаем взять для разрешения конфликтов определенную стратегию. Зачем мы это предлагаем? Я утверждаю, основываясь на предыдущих вещах, которые я сказал, что конфликт это есть метод выхода, метод установки новых норм взаимодействия группы, например, пары, например, команды, отдела, проектной команды, партнеров в бизнесе и так далее. Родители, дети. Родители, дети, что угодно. Слушай, ты и пес, окей? В том числе. Это метод установки новых правил, и когда эти правила установлены, то вы как система выходите на новый уровень взаимодействия. мы когда писали в соцсетях посты, что мы при помощи конфликта вышли на новый уровень, на совершенно новое качество отношений, люди говорили типа «Вау, это крэйзи, мы в это поверить не можем». Ну, слушай, это единственный способ, который это работает. Значит, при этом для того, чтобы так произошло, это нужно сделать правильно. Это нужно сделать правильно. До того, как мы в это перейдем, хочешь что-то добавить сейчас? Нет? Нет, прекрасно. Ты хорошо говоришь. Вот, хорошо, значит... Я так люблю слушать, когда муж говорит. Да, поставьте мне сердечко. Поставьте мне сердечко. Поставьте моему мужу сердечко. Вот, супер. Ребят, и соответственно, для того, чтобы конфликт стал конструктивным, нужно делать определенные вещи. Первая вещь, которую нужно сделать, это иметь конструктивный настрой. Тебе необходимо... Вау, ты это видела, сколько их там? Да. Вау! Тебе необходимо иметь конструктивный настрой. конфликт... Когда ты входишь в конфликт, задумайся. То есть, я эти отношения буду рушить или сохранять? Рушить или сохранять? Соответственно, если ты их не собираешься рушить, соответственно, собираешься сохранять. Тогда, когда ты конфликтуешь, высказываешь какие-то вещи, все эти вещи нужно сделать с фокусом на то, что я это делаю с пользой для отношений. Кстати, о ценности конфликта как такового. Что в нем бывает такого ценного и очень необычного? Большинство людей совершенно без понятия, что такое существует. конфликт, ребята, это такого типа разговор, такого типа взаимодействия между людьми эмоциональное, когда люди в состоянии, в таком эмоциональном состоянии, что они выдают наружу такие вещи, которые, как говорится, пардон, в здравом уме они бы не сказали, которые в другом эмоциональном состоянии они бы не сказали. ты согласна с такой теми? Какие могут быть примеры? Конфликт создает такое напряжение, в котором человек хочешь не хочешь начинает ну как бы нырять в свои страхи, в свои негативные болевые моменты, которые были у него в прошлом. и в этих прошлых моментах кроется очень много тормозов, которые нас держат, очень много боли, непрожитой или прожитой, но не, как это говорят, не закрытой кишки, которую никуда не разместили. То есть она прожила, но её никуда не разместили, её не выкинули на свалку, её не вылили там, не знаю, на помойку, её, эту боль оставили себе. И она продолжает жить в тебе, эта боль. И в процессе конфликта ты можешь избавиться от этой боли. Как раз польза конфликта в том, чтобы избавиться от этой боли. Но суть не в том, чтобы избавляться от боли, делая больно другому, а суть в том, чтобы говорить о ней своему оппоненту. Хотя я не считаю, что в конфликте человек это оппонент. Я считаю, что человек в конфликте, в принципе, его надо рассматривать как сотрудника, сопартнёра. Когда оппонент, то, наверное, ты хочешь победить. Оппозиция, да? Оппозиция. А когда это партнёр, когда это сотрудник, ты хочешь что-то создать. Если ты хочешь создать лучшие отношения, то важно говорить о боли с позиции «я». Так называемые «я-стратегии». Говорить о себе и говорить о том, какие триггеры, какие вот эти крючочки, слова, интонации, мысли, эмоции собеседника вызывают в тебе. Может быть, они вызывают твоих демонов прошлого. И отпустив этих демонов прошлого, проговорив о них со своим партнёром, не обрушивая этих демонов на него, а проговорив о нём, ты получаешь свободу внутреннюю и необыкновенную. Это освобождение от этой боли, которую ты складировал, складировал, складировал или складировала. Это, кстати, очень… Ну, как бы, я даже не могу на гендеры разделить, кто больше этот востредает и мужчины, и женщины однозначно. И вот эту боль надо отдать, отдать миру, не партнёру. Но партнёр, как правило, помогает найти эти залежи. О, да, это специалист обычно. Да, как правило, партнёр – специалист по триггерам этих залежей. И просто проговаривая с точки зрения я, мои эмоции, мои чувства, вот что я чувствую, вот что со мной сейчас происходит. Мы помогаем себе освободиться и мы действуем с точки зрения экологичного воздействия, ну, наверное, можно так сказать, да, то есть безопасного для того, с кем ты говоришь, с кем ты в этот момент в конфликте, вот в моменте несовпадения каких-то ценностей, взглядов, каких-то идей. И если мы говорим о том, чтобы строить отношения, а не разрушать, то я-стратегия это основная стратегия. Хорошо. Мы уже там кусочками побежали прыжок туда, прыжок туда. Но это живой эфир. Живой, да. Мы живые, эфир живой, тема живая. Больно? Больно. А, ну, давай ты. Главное, мою шею не трогай. Хорошо. Ребят, и, соответственно, когда вы входите в конфликт с конструктивной целью, конструктивная цель это восстановление отношений путем отстаивания своих интересов как минимум, а лучше всего для того, чтобы отстоять интересы и себя, и другого человека, чтобы выиграли вы как система, да, и выиграл, ну, мир в общем от того, что у вас все хорошо. Правда? Потому что когда у вас все хорошо, то вы наружу делаете замечательные хорошие вещи. Правда? Вот, соответственно, одна из вещей, с которых нужно начать, это понять, ну, точку начала, где мы находимся прямо сейчас. Честно признаться, что есть там конфликт ценностей, конфликт целей, там, не цели, конфликт ценностей, конфликт методов, да, ну, допустим, я могу говорить какое-то слово, которое Эдиту там просто выбивает из себя, да, почему? Оно, очевидно, какие-то ассоциации вытягивает и конфликтует с ее ценностями, да, а одинаково есть и с ее стороны какие-то вещи, которые задевают какие-то вещи ко мне. И это не всегда слово, это может быть даже элементарное молчание, как очень уверенный метод меня очень хорошо разозлить, да. Соответственно, нужно понять, где мы есть сейчас, да, и понять, у друг друга расспросить, что ты хочешь, что ты хочешь, для того, чтобы осознать вот эту точку старта, да. А у меня сразу к тебе вопрос. Я думаю, что у ребят тоже этот вопрос может возникнуть. А у нас вопросы в конце, да. Да, ну, я думаю, что можно как-то вот да, вклиниться. Смотри, мы сейчас говорим о друг-друге и есть понимание, что мы себя уже изучаем какое-то время. Но конфликты случаются не всегда с хорошо знакомыми и изученными людьми. Да. Да, что мы мы конфликтуем с людьми, которых меньше знаем. Да, там вообще есть и совсем не знают. Там вообще есть экспресс-метод. Вот. И один из вопросов, который был до эфира задан, это как понимать мотивы оппонента. Да. Вот это вот наверное если ты можешь дай хоть одну подсказочку. Слушай, у меня всегда есть фирменный вопрос, который я всегда задаю. Я его задаю, конечно, напрямую, может, немножко грубовато. Я у человека спрашиваю напрямую, что ты хочешь? О. Как понимать мотивы оппонента? То есть, это может быть даже не то, что там глубокие мотивы, откуда он идет, да, то есть, какая-то там предыстория, но по крайней мере какие-то результаты, которые он хочет прямо сейчас. И если мы говорим здесь о взаимодействии с человеком малознакомым, допустим, коллега на работе новый, да, и какие-то вопросы с коллегой. какие-то желтые, то в фейсбуке розовый. В фейсбуке мы красавчики. Вот. Надо больше в фейсбуке делать. Вот. То есть такой магический инструмент, который большинство людей очень сильно недооценивают. Это вместо того, чтобы разбираться, там, а почему я это сделал, а почему там ты этого хочешь. Иногда проще сказать магическое слово извини. Мне очень жаль. Прости. Я не хотел тебя задеть. Просто говоришь прости. Вот в той соцсети пошли сердечки, мне это нравится. Я думаю, что это заслуживает на сердечко на данном моменте. просто сказать прости, ребята. И неважно. То есть ты можешь не быть там, виноватым. Ты можешь не быть виноватой. Ты считаешь, что ты правильно поступил. Может быть. Окей, я не спорю. Но если ты задел другого человека, ему больно от чего-то. Где-то ты конфликтанул с ним. То, господи, проще сказать, ну, как вот этих армян постоянно все упоминают. Как их там фамилия? Сарян. Кстати, есть очень качественная и совершенно нейтральная фраза, которая не вызывает тебе во мне чувство, что я извиняюсь не по делу. Что я как будто бы прав, права, а мне тут надо извиняться. И эта фраза звучит очень просто. Мне жаль. Да, или я сожалею. Я сожалею. Как бы извиняешься, да, ты говоришь о своей причастности к чувствам человека, как его эмоциям в этот момент. Ну, значит, что я признаю твои чувства. Ты не признаешь свою вину в этот момент, да, особенно если ты ее совсем не чувствуешь, но ты признаешь присутствие человека. Или там, мне жаль, что моя фраза заставила тебя так почувствовать. Мне очень жаль. Это одна из самых качественных наших находок с Олегом, которая позволяет ну, вот это эго внутреннее, да, которое в каждом есть, или гордыня, которую так трудно утихомирить. Не давая поддыху эго, да? Да, не давая, то есть, это возможность, не давая поддыху собственному эго, вывести собеседника в более ресурсное состояние для дальнейшего выхода на результат. Мне очень жаль, что... Мне очень жаль, что я сделал... Вот что, это надо тоже проговаривать, это очень полезно проговаривать, чтобы именно персонифицировать вот это свое сожаление. Собственное действие. Есть такой пример, мы его, конечно, использовали, но испробовали. Мы спецы, мы попробовали очень много инструментов. Ну, мне очень жаль, что ты так это все восприняла. Извините, ребята, но это наезд очередной. Или есть еще вариант такой женский. Мне жаль! Мне жаль! Поняли, да? Сорян! Сорян! Извини! Просто извини! Не работает. Тут полезно, конечно, немножечко с интонациями все-таки договариваться. Сказать своему лицу интонациям, чтобы они подыгрывали вашим словам, правда? Да, да. Вот. Вот. Дальше. О! Там кто-то злой смайлик отправил. Спасибо, спасибо. Молодцы. Да, тут сразу, кстати, Олег, вот вопрос появился, очень крутой. Одно дело, когда права или нет, это ладно, а когда вообще не понимаешь, что происходит. Когда человек говорит какой-то набор слов, а ты не понимаешь, при чем тут ты, где север. и в любом случае, тут опять же задаем мы себе вопрос, чего мы хотим в этой коммуникации. Нет, нет, что ты хочешь? Ну, да. Нет, 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 ты, ты, который вот там север, не север, человек конфликтует, да? Ну, сначала мы себе задаем вопрос, чего мы хотим в коммуникации. Может быть, это хейтер какой-то в соцсети, которого проще забанить. До свидания. Все в соцсетях это вообще забудьте. Ну, если же это живая коммуникация с живым реальным человеком, коллега, родственник, коллега, родственник, не знаю, любимый, любимая, ребенок, да? Ну, то есть, человек, с которым отношения все-таки важны или хотя бы найти понимание, да? То, вот то, что говорит Олег, вот этот вопрос волшебный, он позволяет, во-первых, снизить накал страстей. Однозначно. И заставляет в действительности, может быть, его придется задать не один раз и поискать эту правильную интонацию. Ребята, а может быть, просто человека нужно выслушать до конца. И здесь, вот ты предлагаешь, вот смотри, что ты сделаешь. Человеку нужно выслушать. Иди ты такая, что сделала? Кивнула, да? То есть, активное слушание нужно включить. Иногда человеку просто нужно отвентилировать наружу свою фрустрацию, свои эмоции и так далее. и иногда выдавая эти эмоции на тебя, да, то есть, в твое присутствие, но на самом деле это там не про тебя речь. Это человек проявил тебе доверие в том, что он решил или она решила поделиться с тобой. больно там из-за чего-то, еще что-то такое. Она решила там выкричать это все тебе! Но ты здесь вообще ни при чем. А ты говорила, что ты за свет, но это из-за того, что ты близко к этому. Продолжение вопроса заключается в том, чтобы, например, понять, что происходит в общении с подругой, откуда сыпется куча нелепых слов. Это я только что об этом сказал, что у человека может быть просто определенная ситуация, она проходит через какие-то вещи. Слушай, мне как мужчине труднее об этом комментировать, потому что у женщины есть собственные критерии, да, и когда мужчина смотрит, почему там считается, что мужчинам трудно женщин понять? Потому что женщины какие-то свои результаты, важности и так далее, они меряют по определенным критериям, и они от мужских критериев отличаются. Прокомментируй, пожалуйста. Если говорить с точки зрения женщины, то когда со стороны подруги сыпется поток нелепых слов, однозначно подруга что-то о своей боли хочет сказать. Требует поддержки. Она в чем-то нуждается, просто, ну, ребят, люди, большая часть людей, огромный процент людей не умеют говорить с точки зрения я-стратегии о себе, о своей боли, о своих проблемах, о своих обидах не умеют говорить. И поэтому это все превращается в набор нелепых слов. Слушай, у меня есть вопрос. Либо в сплетни за спиной, да, в какую-то. И я вам хочу сказать, у меня есть очень простая стратегия. Если мне подруга важна, если это человек, от которого я эту нелепицу слышу, в действительности мне важен, я это по своим, естественно, критериям определяю, меня с этим человеком связывает что-то, или я продолжаю желать быть связанной с этим человеком, то с подругами все просто. Берешь бутылку шампанского, берешь, сядешь подругу, или белого вина, или чего-то там еще, и это универсальный рецепт выяснить с подругой, ну, в чем вообще дело. Мужчины отправили фотку, которая показывает, что для мужчин вот это выслушивание не всегда работает. То есть на фотке написано, дорогая, я тебя понял, и изображен мужчина, у которого взрыв, горит, или это извержение вулкана. Вместо головы. Ну, это взрыв, да, взрыв вместо, вместо головы, взрыв мозга. Ребята, у меня к ним, есть к вам вопрос-задание. То есть я сказал, что для того, чтобы выяснить, что человек хочет в разговоре, в конфликте я задаю напрямую вопрос, что ты хочешь. У меня есть к вам предложение, такое задание. Напишите, пожалуйста, сейчас в комментарии, как вы считаете, каким образом лучше задать вопрос, какие есть там синонимы этого вопроса, есть варианты этого вопроса, что ты хочешь, да, а мы продолжим дальше. А мы продолжим. Да, мы продолжим дальше. Вот. Значит, следующим этапом это куда мы хотим прийти, да, то есть если мы говорим с близким человеком, с ребенком, и так далее. Ну, это как есть точка А и точка Б. Да, куда мы хотим прийти. Точка А, точка Б. Вот. Например, там, в паре какие отношения мы хотим иметь, что мы, какие мы результаты хотим иметь, что мы в жизни хотим иметь, что мы в жизни хотим испытать, каких результатов добиться, куда ездить, на чем ездить, где жить, как жить, там, и так далее, и так далее. Это важные вопросы, да. Какие отношения мы хотим иметь? Если сейчас мы говорим о, что мы говорим с точки зрения отношений, какие отношения мы хотим иметь какие отношения ты хочешь какие я я вот такая вот так и то есть результаты вот эти говорить да вот и когда мы эти две точки выясняем то есть что есть сейчас мы это определили обсудили как-то у нас это получилось когда мы обсудили точку б куда мы хотим прийти к чему каким результатом присоединившимся привет то между этими двумя точками будет как раз то что способна вывести конфликт в новый уровень вас вас благодаря этому конфликту вас благодаря этому конфликту на новый уровень взаимодействия на самом деле там будет это будет стратегия там будет стратегия там будет список задач список действий которые нужно сделать например если сейчас два человека находятся в этапе обвинений и они хотят иметь гармоничные отношения да которые описываются там таким-то таким-то образом это кстати очень важная штука очень важно описать что вы хотите детально да то есть если мы говорим что ну да однозначно потому что допустим мы с иди ты общаемся и и дита говорит мне важна забота да да вот и у меня в голове забота вполне может значить совершенно другие вещи чем забота для для эдиты соответственно для того чтобы я правильно попадал в ее реальность на мне есть ответственность спросить иди то что такое ответственность забота для тебя вот и как ее проявлять действие как ее проявлять действие так чтобы тебе было понятно вот она горит на пример тогда тогда что я делаю беру ручку я это записываю зачем записываю потому что знаю что могу там навесить свои ментально китае раке на этой и ну тупо пропустить мимо уши если я запишу она вот будет на бумаге могут вернуться вот соответственно этом вот это плановое поведение минус там текущее поведение являются списком задач что тебе необходимо начать делать для того чтобы это это решить но на самом деле один из очень таких как как говорится квик фиксов да таких быстрых быстрых методов быстрых методов вывести в порядок примирить это просто сбавить градус конфликта тем что эмоциональным участием да и ну иногда просто сказать извини я просто сказать прости я просто сказать сочувствую сожалею мне очень жаль прости не хотела не хотела и так далее вот у психолога вычитала такую подсказку а попробуйте с каждым с каждой своей фразой обвиняющий там или из претензий снимать себя одну единицу одежды и как только вы останетесь обнаженными когда снимать вот вот что-то сказали то сразу какую-то ну любую там конфликт на конфликт на ты не заботишься там сняли себя ответ снял сняли и когда вы окажетесь обнаженными попробуйте конфликтовать это не предложение это варианты и не надо в лайвах в соцсетях это делать не надо запанят ну а как что теперь как писать вопросы что ты хочешь я не видел ни в одной соцсети какой мотив этого разговора нам подсказывать какие есть еще варианты причем зимой на улице можно попробовать и зимой на улице это будет весело раздеваться у меня у меня здесь вот в инстаграме никто пока не написал вариантов окей хорошо прекрасно значит идем дальше одна из вещей которая нужно есть над чем работать ребята кстати говоря хочу сказать такую вещь что мы с олегом приняли решение сделать не онлайн живой до или онлайн оффлайн коммерческий продукт тренинг как раз по работе с конфликтами так что это анонс тренинг то есть это не семинар там где ты сидишь будет тренинг не семинар придется очень мощно поработать по орать не знаю может даже кто-то парит по любому а как надо будет запастись этими платочками бумаги я думаю надо нам предоставить может мы и предоставим вот ребят мы одну штуку упоминали уже не идея понравилась раздеваться во время ссоры мы одну штуку упоминали во время во время разговора но ее нужно подчеркнуть отдельно что когда ты общаешься с человеком в режиме конфликта перестань делать вот так перестань делать ты ты блин там то-то и то-то ты там всегда ты то-то 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 и это как правильно скажи не отвлекайся ты то-то 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 но как не тыкать ну а как как правильно якать якать конечно я же уже говори например говорить о себе повторение больно они меня это задевает я чувствую я чувствую то-то 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 я чувствую что ты меня не уважаешь здесь есть такая ценишь того что я делаю здесь есть такая ловушка я чувствую я ее использовал она не работает вот значит такая штука когда ты-то я чувствую когда ты там то-то то-то или там я чувствую кто-то когда ты это это опять тыканье просто говори своих чувствоваться контролировать вот этот мне важно чтобы местоимение ты как можно меньше в нем появлялась ну прекрасно слушай какие у нас есть вопросы есть вопросы очень классные если человек никогда не говорит прости или извини у меня есть крутой ответ ребята я считаю что если вы видите что человек не говорит прости или извини или не умеет или просто не может выдавить из себя или не чувствует никакой вины как правило человек это чувствует однозначно человек явно знает что участвует полноправно и полноценно в создании ситуации но скорее всего этот человек настолько поглощен своей болью настолько заполнен ментальными вот этими проблемами обидами что ему кажется что если он скажет прости то его вот это внутренняя ниточка которая держит его личность еще хоть как-то это уже не стержень это ниточка которая удерживает хоть как-то эту личность вокруг привычного образа жизни что словом прости на эту ниточку разорвет но я надеюсь я как-то понятно смогла это описать так вот есть высвобождающее слово которым вы поможете человеку может быть не сказать прости но освободиться от этой боли и это потрясающая вещь сказать я тебя прощаю это потрясающе это освобождает тебя от напряга да от этих мыслей и почему же он не просит прощения почему не извиняется и это человека который из-за этой боли не способен попросить прощения он переполнен этой боли ему кажется что вот он лопнет если скажет прости да что он что-то потеряет какую-то часть себя это человеку позволяет ну узнаете вздохнуть с облегчение может быть он не выдохнет но скорее всего если вы внимательно будете следить за невербаликой вы увидите вот это движение какой то ли плечи расправить то ли хоть маленький выдох но произойдет это это реально работает ребята пробуйте я прощаю тебя в это и это не вне внутри себя вы говорите наружу хотя прежде чем скажешь внутри возможно надо будет себе это сказать ну проговорить внутри себя несколько раз чтобы тоже дойти до состояния способности это сделать но когда вы это скажете вслух вы дадите свободу друг другу вы просто признаете значимость этого человека самого по себе без обязательства вот этих всех ну не знаю картинок навязанных стереотипов которых и вы и он живут просто дайте человеку свободу быть собой прощая его искренне отпуская свою обиду даже несмотря на то что человек не говорит прости и был еще только вопрос был вопрос как быть если нет времени разбираться с конфликтами как быть если нет времени разбираться с конфликтами как быть если нет времени решать конфликты быстро не затягивая тебе важно важно вообще это разрешение конфликта что-то что такое значит ну нет времени разбираться с конфликтами это важное или неiesen может быть там спустить на тормозах или под откос ты да не засвечивает Или под откос Можно спустить на тормозах ситуацию А можно спустить под откос Нерешаемые конфликты в любом случае Приведут к какому-то К прыщам на заднице И накоплению отношений К чему-то приведут Не тому, чего мы хотим Есть настолько конфликтные отношения Взаимодействия между людьми В особенности в супружествах и так далее Что когда одна фраза Полу нейтральная Один взгляд, один вздох Одно молчание больше, чем сколько-то времени Способно создать взрыв Это не создается За одну секунду, ребята Это просто очень качественно созданные Взаимоотношения Накопилось много Это как говорится Знаете, как туристы Приезжают к К фонтану и бросают копеечку На счастье Для того, чтобы вернуться Раз копеечку Два копеечку Три копеечку А потом представители парка Раз в неделю, две недели Оттуда ведрами выгребают Эти горы металлолома Правда? Вот Так то же самое внутри происходит Раз копеечку Ну вроде бы фигня Вроде бы здесь мы пропустили Не было момента для решения конфликта Ребята, используйте экспресс-метод Скажи, слушай С лицом у тебя что? Я тебя задел? Да Или молчит человек Если молчит Ну точно задел А человек вышел из конфликта Ну то есть Проявляет конфликт Метод выхода из коммуникации Говорит Мне очень жаль Я не знаю чем Поговорим позже Расскажешь с чем Чтобы я мог избежать На будущее Но мне очень жаль Что я тебя задел Прости меня, пожалуйста Все, я пробежал Самая быстрая методика Выхода из конфликта Это в действительности Заметив намеки на конфликт Просто попросить прощения Но самое важное Чтобы Вот эта вот просьба О прощении Да Или о сожалении С фразой о сожалении Чтобы она была искренней Потому что если будет неискренней То это не будет решением конфликта Был вопрос Что делать Когда тебе тыкают В тебя Имеется ввиду Вот так тыкают Или вместо вы Говорят ты Нет, там пальцем тыкают Тыкают пальцем Да Когда тыкают пальцем Ну, лично я говорю Перестань мне тыкать Не работай Не работай Все равно тыкаешь Нет Однозначно Ну, тыкни меня Ну, тыкни, серьезно Ты можешь не тыкать Ну, а тыкни Вот так вот Можно сделать Можно, да Ну, то есть Ты уходишь с линии этого То есть С линии этого Тыча Я бы здесь Задал вопрос Ну, там Чем я тебя задел Вот Ну, что ты хочешь О чем мы говорим То есть Что я сделал не так Что ты хочешь В чем вопрос В чем конфликт Что ты хочешь В чем мотив этого разговора Смотрите Мы очень часто Мы очень часто Недооцениваем Невербалику Во время конфликта Недооцениваем Не 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 отдаем себя отчету Насколько она Участвует В самом конфликте Там Наше выражение лица Скепсис Сарказм Ухмылки Или в создании конфликта Или в создании даже конфликта Интонации И Вот это тыканье И вообще Ну, какие-то вещи Которые нам Со стороны Участников Второго конфликта Неприятны То, наверное В действительности Самая простая стратегия Телесная стратегия Это Выйти с линии Тыча Да И Может быть Вторая стратегия Которая возможно Сработает Это Попробовать Отзеркалить Нет Это не сработает Не сработает Нет А что сработает Это будет Жесткая конфронтация А что сработает Выйти с линии То есть Увельнуться И так далее Ну хорошо А я имею ввиду Про выражение лица Там Какой-то Скепсис Сарказм Ну просто Если человек Какой скепсис Сарказм Что Ты шутишь Ну Хорошо Я говорю О выражении лица Об интонациях Если человек Говорит Ты там То-то 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 То ему В ответ Скепсис Сарказм Нет А я неправильно понял Мы уходим С линии Если человек Проявляет Скепсис Сарказм Выражением лица Интонации Смотри Вот это Капец Смотри Что человек Написал Нолик В комментариях Что такое Нолик Неважно Ответьте на мой вопрос Пожалуйста Что делать С выражениями лица И с интонацией Имеет ли смысл Зеркалить Чтобы до человека Дошло Нет Что имеет смысл Делать Если Ну Извиниться А потом отшутиться То-есть Ну выйти с линии И потом отшутиться Ну вот Выйти Отскочить От этого То-есть Пропустить мимо себя Вот этот Знаешь Энергетическую Эту подачу Тыкнутого пальца Хорошо Это не тыкнутый палец Это другая часть разговора Когда в разговоре Собеседник Проявляет скепсис Или сарказм Это тоже Такая определенная Телесная Скепсис? Да То есть Ну типа Ну невербалик Давай давай Тринди Тринди Всякую фигню Ну например Имеет ли смысл Отзеркаливать Такие вещи Ну может быть А какой результат А какой результат Ты хочешь То есть Ты хочешь Тут нужно понимать Такую штуку Что Споря с некоторыми Ну людьми Там профессиональными Допустим Идиотами Вот Некоторым людям Трудно Тягаться с ними Потому что Они готовы Стянуть тебя На свой уровень И задавить тебя опытом Вот Это Ну это Может оказаться Просто очень Очень трудно Ну Если есть у тебя Такой опыт Ну вперед Если ты Не профи Тролль То это Может оказаться Для тебя Вызовом Вызовом Это генератор Перлов А что делать А что делать Это все Из-за того Что мне нравится Когда все люди Ставят сердечко И делятся этим эфиром Чтобы быть полезными Чтобы мы были полезными Для других людей Да Да Профессиональный идиот Там еще были вопросы Про фитролли Мне понравились Да Про фитролли Что делать Если моя жена Будет голосовать За придурка Взев Давайте не будем О политике Это вопрос Больше про жену Или вопрос Что делать Вопрос Что Или про Что с женой делать Слушай Фу извращенцы Что вы спрашиваете Что с женой делать Мы в эфире Слушайте У меня есть У меня есть У меня есть У меня есть простой совет Сделайте так Чтобы ваша жена Ночью накануне голосования Получила столько секса И оргазма Чтобы она захотела Прислушиваться К вашему мнению Ну Не знаю У меня такой Туповатый Конечно Ответ Но может быть Он кому-то зайдет Сделайте Подкуп избирателей При помощи Романтического свидания Тоже вариант Хорошо Нам надо делать Резюме А мы ответим На вот эти вопросы Мы на них уже ответили Тогда что Тогда делаем резюме Нам надо резюмировать эфир Итак Возвращаясь к тому Что же важно В конфликте Чтобы он вывел вас На новый уровень Оговорить Точку А Да Что еще Решить Куда мы хотим попасть И исходя из этого Строить Затем Стратегию Обсуждать Что же можно С этим сделать Помнить Стараться Помнить О том Чего вы хотите В итоге В отношениях С этим человеком Если вам отношения Важны То максимально Заставляем себя Возвращаться в позитив Слова Прости меня Мне жаль Я сожалею Или я прощаю Это волшебные слова Которые открывают Путь к договоренности К позитивному результату Активное слушание Позволяет ускорить Решение конфликта Разрешение конфликта И Прийти быстрее К каким-то договоренностям Ну и Проговаривание Установка норм Новых норм Это Одна из стратегий Выхода из конфликта Правильно? Ну Ты наверное Еще что-то хочешь Да Или это то Что легко Можно сделать После того Как ты Из этого конфликта Вышел Да Ребят Я хочу повторить Такую штуку Вот про Про конфликты В целом Про конфликты В целом Сделай внутри Такую проверку То есть Перед Самым началом Я Эти отношения Хочу сохранить Или я эти отношения Хочу разрушить Вот И Тогда Мы не будем Учить рушить Ну да Мы хотим научить Сохранить Это все умеют Очень хорошо Вот И тогда Если хочу Сохранить Тогда Ты принимаешь Решение Делать Из этого конфликта Конфликт Конструктивный В котором Ты будешь Придерживаться Правил Говорить про себя Свои чувства Говорить то Что тебе важно Спрашивать Что Другому человеку Важно Обсуждать Совместные Желаемые Результаты И так далее И все это Приправлять Большим количеством Слов прости Я сожалею Мне очень жаль И так далее Мне очень жаль Что я тебя так Заставил Себя Почувствовать Еще есть Хорошая фраза Которая мне Очень нравится В Олеге И Ну вот Когда он Мне говорит Во время Нашего Такого Разговора Что Я тебе Очень благодарен За то Что ты мне Подсказываешь Да Это как раз На тему того Когда мы Дотрагиваемся До триггеров Какой-то Складированной боли В разговоре Да И Очень важно Услышать И Одному Проговорить А второму Услышать И поблагодарить За это доверие Потому что На самом деле Нам так мало Есть кому Доверять Такие вещи Это если Разговор Я опять вернусь К теме Ценности конфликта Конфликт Позволяет Эти вещи Не проговорить Ребята Конфликт Позволяет Эти вещи Проорать То есть Когда Человека Настолько задели Что он не способен Говорить об этом Нормально Уже просто Там пасть открыл И орёт Что там То-то и то-то И то-то Или там Ты там Даже он Тыхает У кого-то Стратегия Ора А у кого-то Стратегия Слёз Выплакать Выскулить Выбыть Иногда Или Впрощи Впрощи Так важно Так важно Вот в этом процессе Всё-таки Действительно Видеть человека Видеть человека Перед собой Не видеть Свою обиду Ну как бы Мы концентрируемся На обиде И она становится Перед нами Человеком А всё-таки Увидеть Да Заглянуть За свою обиду И увидеть человека Который с тобой В этот момент Говорит И с которым Вы хотите сделать Что-то крутое Классное И жить жизнью Счастливой И научиться Вот эти конфликты Решать круто С выходом На новый уровень С огромным ресурсом Для себя Ребят Если человек орёт Ну просто Ну как бы Постарайся Вычеркнуть Эти эмоции Из Из его Вот Как бы Текста Да Постарайся Услышишь Что он говорит Потому что он говорит О своих чувствах Вот одна из соцсетей Нам напоминает Что у нас 80 секунд до конца Поэтому мы благодарны Всем за эфир Я Прошу Ещё раз поставить Сердечко Этим эфиром Поделиться Потому что он может быть Полезен для других людей В инстаграме Эфир ещё 24 часа Будет доступен Вы ещё сможете Вернуться К каким-то вещам Может быть Ещё раз послушать Он всегда будет доступен В фейсбуке Выполнить Олега задание Вот И Мы вас приглашаем Если эта тема Вам на самом деле Важна И вы хотите Круто проработать То пишите Будем организовывать Будем делать тренинг Будем делать анонс Тренинг Тренинг Практику Тренинг Практику Покричим Поругаемся Ну молодцы Всем огромное спасибо За ваше активное участие Спасибо за комментарии За сердечки Крутые вопросы Благодарны вам Простите Если что не так Мы стараемся Да не простите Шутка Всех рады видеть Рады видеть Любим вас До новых встреч Ребята Да Всем пока 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 пока